здравствуйте мои хорошие друзья я хочу вам показать небольшую миссию которую я нашел на сайте dcs world 2.5 именно на игл динамик где очень наглядно показывается работа по навигации в плохую погоду именно в условиях допустим шторма или что-то такое где видимость не очень тоже хорошее вот здесь я взял вот автор есть вот авторские данные этого этой миссии вот здесь указаны миссия находится на сайте здесь то есть через поисковичок я бил то-то-то-то-то фильтр для себя и вот нашел здесь вот такую миссию миссии здесь указано следующее что у нас где-то в море шторм терпит бедствие судно сухогруз на сухогрузе пожар и здесь вот по-английски написано что в небе находится еще береговая охрана вертолет 424 и частоты вот например частоты аварийные корабля для радио маяка 45 база у нас где мы находимся 50 а информация по ситуации идет по частоте 224 то есть мы находимся в аэропорту сухогрузе и где-то вот нас тут не видно где-то здесь в море терпит крушение судна не видно здесь ничего будем ориентироваться чисто по приборам вот сейчас мы видим получаем риск и будем работать и вот сейчас мы настроили чистоту 45 как мы видим 45 чистота у нас все равно и обращаем внимание на прибор навигации он нам даст потом сейчас его выключил чтобы не гудела по ушам как подойдем побережью включим и вот эти стрелочки 2 начнут нам указывать курс а вот здесь настроены передачи приемник на частоту двести двадцать четыре где мы можем получить информацию о положении или ситуации вот и вот на этом судне поэтому двести двадцать четыре частота у нас голосовая связь нам придет информация когда мы включим здесь на тр прием передачу а вот здесь у нас 45 это чистота судна который терпит бедствие а в последующем на обратном пути мы переведем чистоту на 50 чтобы вернуться обратно на аэропорт аэропорт у нас кабулетки все его данные мы можем взять здесь то есть допустим если мы будем обращаться по грисаде мы видим илс 111 5 я в конце пути его включу и все данные по башням по наземным службам все вертолет здесь есть так мы собираемся отправляться на поиски судна вертолет береговой охраны находится в районе и он активируется позже он нас будет встречать и направлять ситуация такая что некоторые членов экипажа он уже забрал а мы уже идем забирать остальных и так как основные корабли и катера спасательных служб не успевают добраться во время из-за шторма вот я его выключил сейчас мы пойдем по частоте 45 вот у нас навигационный прибор который будет нам показывать сейчас видите вертикальная планка ушла вправо от оси y поэтому мы будем вправо и доворачивать ее искать все полет начался и мы потихонечку пойдем искать терпящие бедство бедствие судно судно находится в открытом море поэтому подойдя к берегу вот сейчас идет маячок и мы ищем направление на судно вот когда паланочка идет вертикально то мы идем строго на судно поэтому будем держаться именно этого положения вертикальной планки звук у нас маяка вот здесь он может делаться тише громче вот тише потише чтоб он сильно нам не мешал в то же время и было слышно здесь у меня навигатор который я приобрел в модах очень хорошая вещь помогает но единственное что здесь можно выставлять параметры под себя вот слева направо у меня идет скорость относительно скорость путевая потом идет направление и высота единственное что в системе gps а это все-таки навигатор gps в основном нет конкретной высоты до поверхности здесь высота исчисляется над уровнем моря то есть если мы находимся даже на земле в аэродроме на аэродроме то нужно учитывать что допустим кабулете находится на высоте 19 метров над уровнем моря и вот если мы сейчас видим 79 то над землей мы находимся примерно 60 метров а над морем 70 вот это правильно крайнее правое значение 84 82 81 вот здесь это над уровнем моря просим не ошибаться здесь параметров много в этом навигаторе поэтому приобретете изучите узнаете вещь хорошим можно поставлять настройки как в метрической системе измерения как у меня сейчас либо в имперских то есть скорость будет в узлах высота будет в футах а направление как обычно в градусах так что идем и ищем наш кораблик направление мы выдерживаем стараем выдержаться чтобы более-менее вертикальная планка была вертикально по оси y сейчас мы я просто иногда отдаю управление второму пилоту а сам выставляю какие-то там частоты что-то подстраивают пытаюсь вот мы сейчас подошли уже верить и начинаем искать уже вручную вот я пытаюсь выловить вертикальную планочку чтобы она была строго по оси y то есть вертикальная как только она вертикальная значит мы идем строго на объект ну до объекта тут недалеко поэтому наберитесь терпения найдем любом случае самое главное наша задача впереди нужно будет на этот пятачок сесть а пятачок так как судно на корме у нас пожар оставшиеся члены команды собрались на носу судно где находится контейнерная площадочка там контейнера и сесть надо будет на нос корабля на контейнер либо зависнуть над площадкой на определенной высоте в данном случае я сяду она конечно будет тяжеловато здесь у нас судя по брифингу если он сейчас предоставлю то по брифингу у нас тубулентность 09 ветер 6 метров в секунду и температура 18 давление 34 областность вот у нас нижняя такая ужасно поэтому я уже иду над землей как видите приблизительно вот здесь 66 метров правое показание ну минус где-то метров 55 52 над землей то есть буквально над водой наш вертолет находит может если выше подниматься то уже не видно вообще мы конечно можем выше подняться но там молнии сверкают гроза и можно выхватить какую-нибудь неисправность ну а так потихонечку мы двигаемся сейчас я слегка потише сделаю и мы продолжим просто здесь сильно шумно где-то так вот мы стараемся выхватить направление на судно согласно вот этому прибору по вот этой чистоте 45 аварийный маяк судно настроен на чистоту 45 либо канал напоминаю что вот это вот правая тангета должна быть направлен до упора вправо где написано слово хом он дом или домой или навигация или вот лично подобное только так нужно слышать вот мы равняемся равняемся ветер нас таскает тут сюда здесь я хочу сказать над морем когда идешь болтает хорошо поэтому сильно не дергайтесь но и будьте внимательны рычаг не отпускайте мы идем идем потому что где-то в 12 милях от побережья судя по данным судно терпит бедствия здесь я сделал настройках чтобы звук который происходит в кабине был и на внешних видах поэтому так немного проще вот я иногда передаю управление чтобы сверить какие-то частоты направления это еще раз проявляю информацию по нашему приемнику которые дают голосовая информация по ситуации на корабле море у нас бурно и штормит хорошо баллов 67 этим вот мой второй пилот говорит что он видит корабль он его заметил как видите вот вон там далеки по центру экрана видно дым там на корабле пожар поэтому мы сейчас начинаем уже потихоньку снижаться и снижаем скорость и и рычагом шага винта начинаем потихонечку опускаться смотрите при приближении к объекту вертикальная скорость не должна падать ниже единички ниже двух вот ну вот пятерочка пятерочка или даже чуть вот так вот в середине и вот по мере приближения к объекту мы будем снижаться и притормаживать здесь у меня на навигаторе скорость это левая она в километрах в час средний столбик это направление правый столбик это правое окошко это высота высота идет сейчас у меня и все измерения в метрической системе сейчас мы потихонечку мы приближаемся и будем попытаться пытаемся сесть на контейнерную площадку который находится на носу нашего аварийного судна на обратном же пути мы перенастроим наш вот этот радиокомпас на частоту 50 нам дали частоту нашей базы чтобы мы обратно вернулись и можно настроить курсоглиссадную систему который здесь указано по карте она называется вот 111 и 5 так что подходим кораблю и начинаем потихонечку маневрировать спокойно не спеша следим за вертикальной скоростью за скоростью самой машины судно у нас дрейфу и поэтому она колышется на волне попытаемся на него приземлиться наша задача на нос судно посадить вертолет потому что именно на нашу судно условно говоря собралась команда корабля вот мы пытаемся сесть вот мы даже на зависание вот я посадил единственное что необходимо сесть носом вперед видите меня хвостовая балка на контейнер но я слегка машина вперед при наклоняю чтобы он балку не повредить сейчас будет команда все на борту в данный момент идет погрузка хотя мы еще не видим условно говоря погрузка экипажа на борт вертолета все все находятся на борту уходим то есть вот английской строчкой и мы начинаем подъем с аварийного судна и уходим на обратный курс на обратный курс как я говорил чистота 50 вот нам говорит вертолет береговая охрана что дистанция такая царь тттттттттт по английски это переводить и мы потихонечку пошли домой чистоту мы здесь переведем на 50 теперь у нас обратный курс и маяк теперь по навигационным прибором показывает нам какую сторону идти то есть здесь у нас навигация на маяк а вот здесь я чуть попозже настрою курс аглиссадный компас и пойдем уже по нему здесь я вот этот компас отключу вот этот компас включу 111 5 и тогда у нас будет уже курс аглиссадная система работать когда мы пойдем на посадку на полос я покажу вам еще раз как в прошлый раз как это будет выглядеть слегка нехорошей погоде ну а пока возвращаемся к берегу возвращаемся домой придется тоже немножко полетать потому что и ветер у нас уже видите еще и дождь поэтому ветер встречный идем аккуратно не торопимся все было более-менее у нас люди на борту они нас ждали теперь нам главное не лоханулся обратный курс на нашем компасе вот который у меня добавочный 63 я сейчас сделаю запрос в аэродром они скажут 64 так что мы идем приблизительно правильно судя по нашей вот этой навигационной системе скорость 216 высота 91 над уровнем моря напоминаю что этот навигатор вот я делаю запрос работает над уровнем моря он же но это я нечаянно нажал сейчас еще раз я забываю что у нас простые настройки и радио переговора вот возврат на точку сейчас мы повторим все направление 74 нам слегка вправо и пойдем сейчас мы отключим вот этот компас настроим вон тот и уже спокойно доберемся до нашего аэродрома вот это небольшой экскурс в плохую погоду работа с навигацией то есть радио компаса аварийных майков радио компаса который выводит на грязь саду ну и соответственно погода ветер не видно низки вот слегка такой маленький урок на берегу же недалеко потихоньку на автопилоте не спеша скорость вот я настроил вот этот компас 111 5 и вон она нас начал показывать уже глиссад на информацию то есть мы должны выйти на глиссаду хотя наша наша аэродром живоном светится нам дали навигационную дорожку мы сейчас спокойно на не выйдем здесь по стрелкам мы видим направление куда идти и как находится полоса относительно нас вот уже заранее мы начинаем сбрасывать скорость потихонечку следить за вертикальной скоростью и за высотой высота у нас 130 минус 19 над морем ну где то что 115 может быть 130 здесь очень сложно сообразить уже визуально потихоньку начинаем соображать скорость потихоньку сбрасываем и начинаем искать свою полосу по курсу глиссад на системе у нас все наши сон на оборудование находится справа мы его и вырубили он она полоса поэтому мы и видим здесь информацию на вот этом круглом приборе где находится полоса и как она лежит это сильно нас если по карте вы хотите уже точно знать то возьмите карту линеечку и от себя справа налево с ближайшего торца до дальнего торца проведите линеечкой и вы знаете что 6970 то есть азимут нашей полосы 70 если вы здесь его выставить вот видите то есть вот это трудить то здесь будет 70 то мы будем знать как полоса находится относительно нас то есть вот это вертикальная планка отклонена сейчас точно так как от нас отклонена визуально сама полоса и вот когда мы заходим на полосу вот эта стрелочка становится в центр то есть и мы по центру полосы и стрелочка планочка тоже пытается нам указать что мы можем то ли промахнуться положение полосы относительно нашего курса мы пытаемся на нее встать на нашу полосу и вот эта планочка вертикальная тоже показывает что мы находимся над полосой и уже здесь идет посадка ждем команды заведут на площадку ну в конце концов я заехал уже на саму поляну перед аэродромом так как люди уставшие продрогшие перепуганную поэтому здесь и ветер как-то раскачивать поэтому набрал скорости и претен дальше ну в общем то здесь вот так приблизительно показал что плохих условиях можно по аварийному маяку найти тот или или иной объект который включил в этом аварийный маяк и вам известны частоты на котором он работает здесь выставляете вам сказали там чистота 40 50 30 то вы настраиваете вот эту тангет крутилку кремольер кува сейчас она выключена если тр 10 то по нему можно разговаривать а если дальше до упора то это навигация то есть у вас вот этот прибор начнет работать сейчас он работает по радиокомпасу вот этой частоты то есть на курсоглицадной системе нашего аэропорта который находится информация находится здесь то есть илс мы читаем пилос и читаем 111 5 здесь так чистота 1 указано потому что заход на посадку и бег только с одной стороны то есть ту сторону людей не улетает а вот здесь ну все всем спасибо кто посмотрели будете иметь ввиду что таким то или таким способом можно найти объект по радио майку того же катапультировался найти человека на карте в общем примерно так все всем спасибо всем пока